По раку предстоятельной железы уже сказали, это достаточно распространенное заболевание на сегодняшний день. В России на учете состоит более 200 тысяч человек, распространенность 187 на 100 тысяч населения, заболеваемость 35 на 100 тысяч населения, летальность около 4% разных регионов по-разному, у нас около 5. Удельный вес, выявленный в первой и второй стадии, на сегодняшний день около 60% по Российской Федерации, половина пациентов подвергается использованию хирургического метода, это на период 2021 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, ожидаемый прирост в новых случаях рака предстоятельной железы к 2040 году составит 101%. Шанс приобрести это заболевание имеет каждый седьмой мужчина. Возраст является наиболее важным фактором риска развития рака предстоятельной железы, равно как и развитие эректильной дисфункции. Золотым стандартом лечения локализованного рака является радикальная простатоктомия. Аспекту качества жизни после перенесенной радикальной простатоктомии уделяется повышенное внимание, что привело к введению нового инструмента оценки эффективности выполненного хирургического лечения, функциональным результатом недержания мочи и эректильной дисфункции. Я остановлюсь на двух этих позициях, поскольку они наиболее важны для нас на сегодняшний день. Из истории мы помним, что первая промежностная простатоктомия была выполнена в 1905 году, радикальная позадилонная простатоктомия предложена в 1947 году, и неразберегающая простатоктомия была выполнена Уолшем в 1983 году. Чтобы взять в руки скальпель и начать хирургические манипуляции, мы должны помнить об анатомии. Я напомню, что кровоснабжение кавернозных тел из обеих ветвей общепенильной артерии осуществляется кавернозная артерия круговые ветви дарзальной пенильной артерии, исходящей из внутренней половой артерии. Венозный отток осуществляется из эмиссарных вен капиллярного сплетения и непосредственно глубокую дарзальную вену. Автономные нервы, иннервирующие кавернозные тела, исходят из тазового сплетения, обеспечивают эрекцию и экуляцию удержания мочи. Я об этом остановлюсь более подробно. Парасимпатические ганглионарные волокна выходят из латеральных рогов С2-С4 сегмента спинного мозга и достигают тазового сплетения, отвечают за наполнение кавернозных тел кровью. Симпатические волокна идут в составе тораколюмбарного сочленения, достигают тазового сплетения в составе гипогастрального нерва и отвечают в основном за эвакуляцию. Тазовое сплетение – это пластинка, которая располагает размером около 4 см, которая располагается между мочевым пузырем и прямой кишкой. Её средняя часть прилежит к основанию семенных пузырьков, в то время как кавернозный нерв, который отвечает непосредственно за эрекцию, исходит из дарзальной поверхности или части тазового сплетения и в том числе осуществляет автономную иннервацию как мочевого пузыря, предстательной железы прямой кишки, так и наружного сфинктера. При подходе к радикальному хирургическому лечению я напомню, что мы имеем дело с мужчинами, когда-то бывшими здоровыми, и в 2012 году с целью оценки распространения эректильной дисфункции в возрасте от 20 до 75 лет на территории Российской Федерации было выполнено эпидемиологическое исследование. было проведено анонимное анкетирование этих мужчин, которые обращались в поликлиники, либо в какие-то центры без какого-либо урологического направления, и собирались демографические данные, это дата рождения, рост, масса тела, расовая принадлежность, анамно-сексуальная жизнь, когда она была начата, когда она окончена, и причины окончания сексуальной жизни, опросник заболеваний и вредных привычек, международный индекс эректильной дисфункции, опросник возрастных симптомов мужчины, опросник качества жизни, мочи спускания. Были проанализированы данные 1225 респондентов, из Поволжья около 200, Северо-Запад около 200, Сибирь 200, Урал 88, Центр 338, Юг 199. По этим данным выявлено, что лишь у 10% отсутствуют признаки эректильной дисфункции, в то время как легкая степень эректильной дисфункции 71%, средняя 6,6%, тяжелую 12% мужчин. При анализе анкет обращает на себя внимание число мужчин с избыточной массой тела порядка 48%, но это и фактор риска развития эректильной дисфункции. Также при анализе данных, полученных в вопроснике возрастных симптомов, отмечено, что из 1225 респондентов нормальные показатели были лишь у 54%. Слабо выраженные отметили у себя симптомы около 26%, в средней степени выраженности около 13%, тяжелые 5%. При распространенности в регионах наибольшее число приходится на Центральный федеральный округ, хотя и в других регионах обстановка с заболеваемостью эректильной дисфункции выглядит в общем сложно. В рамках этого исследования всем мужчинам было предложено заполнить шкалу ИПСС. При анализе выявлено отсутствие симптомов только у 37%. Легкая степень нарушения мочи спускания около 33%, средняя около 21% и тяжелая около 7%. К чему я это говорю? К тому, что мы исходно у себя на приеме, выбирая тактику лечения, видим пациентов уже с выраженными теми или иными симптомами. Мы стараемся нашим больным перед проведением радикальной простатоктомии предлагать опросник определения эректильной функции. Из нашей практики большинство этих пациентов отказываются от проведения и опросника, и не настроены на сохранение эректильной функции. Между тем, неразберегающая радикальная простатоктомия – это метод лечения, довольно сложный, и при выполнении двухстороннего неразбережения мы, возможно, сохранить функцию в 60-85% случаев, и при односторонней технике около 50-75% случаев. Техника вам известная, интерфасциальная, интерфасциальная, неразберегающая простатоктомия. И я приступлю к вопросам реабилитации пациентов после радикальной простатоктомии. Мы помним, что по данным опросников мы можем определить степень выраженности эректильной дисфункции до момента операции. Так вот, для пациентов с нормальной дооперационной эректильной функцией более разумно предлагать минимальный инвазивный подход. В качестве первой линии применение препаратов-ингибиторов фосфодейстеразы-5 и вакуум-терапию. Во второй линии – интерковернозное ведение препаратов в сочетании с вакуум-терапией. Также можно помнить, что применение ингибиторов фосфодейстеразы-5 не является инвазивным методом, и эту терапию можно начинать одновременно с удалением уритрального катетера после радикальной простатоктомии. Пациенты с дооперационной эректильной дисфункцией требуют более агрессивную тактику. В качестве первой линии применяются интерковернозные инъекции, а пациенты с тяжелой эректильной дисфункцией могут быть подвергнуты хирургическому лечению. Фалопротезирование. Мы помним, есть однокомпонентные и трехкомпонентные протезы. В нашей клинике мы использовали трехкомпонентные протезы. Перейду к, на мой взгляд, наиболее важной цели качества жизни у наших пациентов, это, конечно, удержание мочи. Потому что первый вопрос, который у нас задают больные, какого качества мочеспускания будет после удаления предстательной железы. Существуют разные данные о сохранении способности удерживать мочу у больных. Чаще всего в каких-то источниках мы видим, что до 97% пациентов спустя 12 месяцев наблюдения удерживают мочу в удовлетворительном качестве. Какие факторы, влияющие на показатель удержания мочи? Это определение континенции, использование опросников. Возраст, индекс массы тела, синдром нижних мочевых путей, длительность послеоперационной катетеризации, водный режим после операции. Интероперационные факторы – это, конечно, техника хирургии, которая основана на системах, обеспечивающих континенцию, сфинктерные и поддерживающие. Сфинктерная система – это анатомически, проксимально располагается внутренний сфинктер, сформированный кольцевыми мышечными волокнами среднего слоя детрузера, окружающим шейку мочевого пузыря и дистальной частью внутреннего продольного слоя мышечных волокон, исходящих из шейки мочевого пузыря и продолжающихся сквозь толщу простатического уретра до семенного бугорка. Дистальнее апекса простаты располагается наружный уретральный сфинктер с формированной комбинацией гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры, окружающей меморонозный отдел мочеспускательного канала. Внутренний гладкомышечный слой, внутренние и наружные циркулярные участия некоторыми авторами определяются как лисосфинктер. Наружный мышечный слой получил название рабдосфинктера и по форме напоминает подкову. Эмбриологический рабдосфинктер представляет собой вертикально ориентированную трубу, продолжающуюся от шейки мочевого пузыря к промежностной мембране. По мере вырастания предстоятельной железы в указанную структуру происходит атрофия мышечных масс. Эти данные помогают понять варианты анатомии апекальной части простаты. При выделении апекса во время операции и сохранении культи уретры мы должны помнить о разнообразии апекальной анатомии предстоятельной железы. К поддерживающей системе относятся попопростатические связки, внутритазовая фасция, элеваторы, фасция де нон-велье. Роль поддерживающего механизма состоит в поддержании расположения мочевого пузыря предстоятельной железы рабдосфинктера в пределах полости таза. При возрастании внутрибрушного давления механизм препятствует падению максимального и дистального сфинктерного аппарата, сохраняет угол пузырно-простатического сочленения, элеваторы поддерживают всю структуру извне и удерживают просвет мочеиспускательного канала закрытым. Во время операции по удалению предстоятельной железы оба этих механизма практически нарушаются. При операции происходит утрата функции внутреннего сфинктера, основная функция ложится на наружный сфинктер, который может быть тоже подвержен травматическому воздействию интероперационно. Какие степени недержания мочи мы знаем, стрессовая, тотальная, ортостатическая, в зависимости от количества теряемой пациентом мочи могут распределяться на легкую, среднюю и тяжелую в зависимости от объема и количества используемых прокладок. Большой объем предстоятельной железы усложняет задачу сохранения шейки мочевого пузыря, уменьшает шанс сохранения длины мембранозного отдела уретры. Так же, как и выраженная средняя доля определенной трудности создает при выделении шейки мочевого пузыря, мы повреждаем шейку и в последующем необходимо реконструкция ее. Так же, возраст и сопутствующая патология, так как ухудшается состояние тканей коллагеновых волокон. Так же, и пациенты с повышенной массой тела тоже имеют риск развития неудержания мочи в послеоперационном периоде. Каковы методы коррекции и реабилитации? Это консервативные упражнения Кегеля, и к хирургическим относится установка трансаптураторного слинга или имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря. Трансаптураторный слинг применяется у пациентов со стрессовым недержанием мочи, которые не теряют мочу во время сна, используют днем от 1 до 4 прокладок и могут произвольно остановить мочу при мочеиспускании. Восстанавливается соотношение органов таза, что приводит к лучшему удержанию мочи. В то время как при тотальном недержании мочи выбором является, конечно, искусственный мочевой сфинктер. При показаниях к установке искусственного сфинктера это пациенты, которые используют более 3-4 прокладок за сутки, теряют большие объемы мочи, в том числе в горизонтальном положении, то есть во время сна также не удерживают мочу. Противопоказания к установке подобных сфинктеров это хронические инфекции мочевыводящих путей, неизлечимая обструкция мочевыводящего тракта, неизлечимая гиперефлексия детрузера и возможность возникновения стриктуры или дивертикула уретры в том месте, где мы планируем располагать манжету. В нашем отделении с 2013 по 2023 год июнь было выполнено около 8820 простатектомий. И если разбить их по периодам, то мы видим, что в первые годы применения этой техники у нас осложнение приближалось к 80%. Это недержание мочи, эректильная дисфункция, стриктура анастомозов. Далее с 2018 по 2020 год порядка 40%. На сегодняшний день около 18-20% осложнений. Недержание мочи 76% на сегодняшний день до 31%. Эректильная дисфункция составляет практически 100%. Целью хирургического лечения локализованного рака предстательной железы, как и любого другого рака, конечно, должна быть в первую очередь радикальность. Достижение онкологического результата невозможно без знаний и понимания анатомии. Функциональные результаты достигаются путем бережной, кропотливой работы хирурга. Поэтому наш путь мы держим на улучшение качества хирургии, на повышение нашей квалификации и, конечно же, на обучение. Спасибо за внимание. Продолжение следует...